Всем привет! Сегодня мы играем в игру Anitama. Так выглядит наша коробочка. Да, интересные формы. Это одна из интереснейших дуэльных игр, абстрактных игр, и мы такие в общем-то любим. Она чем-то будет похожа по смыслу на многие, которые мы тоже играли, но она тоже интересная. Да, всем привет, я тоже поздороваюсь. Не думайте, что я такой человек. Решил уйти сегодня. Да, уйти и молчать. Anitama дуэльная, действительно, как ты сказал, абстрактная игра, с чего начинается партия. В игре присутствует 16 различных карточек ходов, в данном случае вот такие. Мы выбрали 5, и в каждой игре начинается того, что отбирается 5 случайных карточек. Я перед вами сейчас ее замешиваю. Тебе даю вот 2, себе 2. Они переворачиваются, это наши начальные карточки действий, ходов, которые мы можем сделать, и вот это идет случайным образом 5. Я ее переворачиваю, и первым делом мы должны посмотреть, кто будет ходить первым. В правом нижнем углу нарисован цвет, в данном случае синий, я буду ходить первый, поэтому вот сюда кладу справа от себя. И игра очень простая. Расскажи правила. Я? Ну ладно. Здесь нарисованы, как мы можем ходить. Можем ходить любым персонажем, что Синсием, Синсием, учитель, либо его ученики. Черненькая, да, замечательная резина. Черненькая, это как бы то место, когда, как ты относительно этого хода находишься. И серая, это, ну или тут, например, зеленая, куда ты будешь ходить. То есть, например, условно, вот, например, Синсием, он может ходить, ну, как бы сюда, сюда, и точно так же можно было бы сюда ходить. Ну, точно назад тоже можно будет ходить. Как только ты сходил, карточка меняется сразу на вот эту, получается, пятую карточку. Да. А также смысл игры. Смысл игры. Убить Синсея. Это можно будет... Не своего, чужого. Ну, чужого. Я это имела. Я это имела. Заряжь, учителя. Синтебр. Ура, начался, да. Всех с учебным временем. Убить Синсея где-нибудь тут в процессе игры. Его можно убить даже учеником противника. Либо встать на это место, но только Синсеем противоположной команды. Да, то есть, если вот такая ситуация будет, я победю. Либо ты выиграешь, сюда придя. Победю. То есть, всего два направления. В игре очень красочно, в правилах описано все это направление. То есть, например, убить Синсея называется путь камня. То есть, чувствуете? Чувствуете? Здесь на каждой карточке написаны вот эти все такие душевные рассказы. Давай начнем. Все очень просто, но при этом очень глубокая механика и действие. Я начну с того, что я хочу сходить драконом. И я схожу драконом как раз своим Синсеем. Так, я схожу вот сюда. Так, и теперь смотрите, что я делаю. Я беру вот эту карточку, которую я сходил, переворачиваю. И под правую руку соперника кладу сюда, а эту себе забираю. То есть, такой круговорот карточек в природе. И на следующий ход у меня будут вот такие карточки. Ты счастливый? Осень! Я хочу сходить учеником вот этой карты Иль. Иль, да. Вообще, это типа как бы техника всяких там животных, но вот это мы не переводили, что это за животное. Если хотите, вы можете написать, что это за животное. Да, но переведите нам, пожалуйста, чтобы мы не мучились, кто это. Как бы можно с помощью гугла, но тем не менее. Иль. Я так сходила, кладется туда, дракон попадает ко мне, техника дракона. И ты ходишь. Я скажу Рустер. Это не кролик, не помню, кто это. Вот. И вот таким вот образом я сходил. Иль идет ко мне. Я хочу сходить вот такой карточкой. Ментис. Я беру вот именно вот этого ученика. Иду сюда. Тебе передается карточка. Клади. Под правую руку. И беру себе... Ничего себе у тебя оборонительная техника. Да. Все так. Да. Ты прям это решила своего сенсия защитить. Я сделаю движение. Окс. Передам тебе. Не будешь рад? Конечно. Я скажу... Схожу-схожу с драконом. Ох ты ж. Но схожу я вот этим. Давай. Это получается вот так. То есть на это место. Ничего себе. И вот этот окс. Такой резкий выпад. Идет ко мне. Угу. У противника нет, например, такого хода, чтобы... Просто напрямую сходить и убить ученика. На данный момент возникла такая ситуация, что если я не спасу своего сенсия, меня могут убить. Благодаря карточке Окс. Так. Как же мне его можно спасти? Спасти его можно несколькими способами. И в данном случае я хочу его спасти. Илья, вот так вот, да? Ты же мне ничего не сделаешь? Ты же мне ничего не сделаешь? Нет. Вроде нет такого опасного действия. А что ж ты так медленно ходишь? Ох, это неуверенность. Я схожу вот этим. С помощью роста. Но только на одну. Угу. Вот сюда. Подложу вам правую руку. То бишь, опять опасность, да? Не знаю. Да, опять опасность. Не знаю. Да, опять опасность. Ты знаешь, что я сделаю? Я нападу на тебя, Ментис. Да что ты? Ментис. Ментис. Блин. Ну так ты нападай. Синси. Вот так вот. Такая ситуация. Убили одного падавана. Угу. Я пойду иду своим учеником вот сюда. Удре иуда. Да. Это тебе. И Ментис становится моим. Угу. Ничего, так? Ситуация. Причем очень опасная для меня, да? Не знаю. Такой, ты мне надоелась. Чего ты все отынаешь? Ходить. Мистер. Угу. Так, я отойду драконом. Потому что другого способа у меня защититься нет. Это был хороший вариант, кстати, я могу тебе сказать. Я схожу другим учеником. Ментис. И схожу вот так. Угу. 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 Как бы эта сторона не смотрелась, я решила отступить с помощью дракона назад. Потому что я посмотрела и подумала, что там есть смерть. Опасность. При определенном раскладе так, что пусть будет лучше так. Угу. Я схожу и забирать себе дракона. Мой дракон. Мой дракон. Я схожу просто вот этот. Раз два. Угу. тебе это мне я сразу же схожу дракона вот сюда перетислоцируйся интересное изменение хода я схожу оксом окс и я сначала хожу тогда вот так чтобы было понятно интересно я прыгну вот так мантис или нет 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 отстань что случилось что случилось действительно что случилось можно сказать а что конец что ли или нет о ее 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 поэтому жизнь окончена при твоем раскладе какие есть варианты молча это не вариант расскажите что вы чувствуете в такой неловкий момент я считаю что на данный момент мной игра проиграна потому что при любом уходе почему сейчас объясню надо мной висит сейчас опасность надо мной опасность я чувствую прям надо мной опасность да давай ну давай чтобы красиво было давай тогда я вот так скажу сам себе заблокировал пути отступа я сходил мантисом мне получается окс и кто ж тебя убивает ну давай 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 и ты же понимаешь что ты всего лишь ученик да ну пускай будет так и ученик с помощью техники дракона наступает на шапку и убивает его да ты представляешь как нужно уже было продумать все хода ходы да чтобы никак ты не убежал классно вообще мне понравилось суперски это было здорово просто очень приятно даже проигрывать в этой игре как бы это ни звучало неприятно тебе проигрывать это очень потому что вот даже благодаря этому я сам себе заблокировал ненужные отступления вообще да получается так это была моя ошибка но на ошибках как говорится учится давай подведем итог этой игры я скажу сразу свое мнение мне эта игра ну очень нравится во-первых с учетом того что мне нравятся такие абстрактные дуэльные игры такие как улей, тавлеи, дьюк я просто их обожаю да шахматы тоже сюда относятся ну шахматы почему-то вот мне прям не дошли а вот эти все игры я их ну очень обожаю потому что здесь надо подумать они элегантные и простые в исполнении и по правилам но при этом для размышлений эта игра ну просто смотрите ничего лишнего есть изначально карты благодаря которым мы ходим и вот хоть обдумайся все наперед все свои ходы как ты будешь какую тактику исполнять там благодаря синсея вот как я видишь хотел себя защитить вроде бы да а для отступа никаких не было да и бах меня просто поставили как там драконом меня поставили драконом и я проиграл тебя съели драконом они поставили тебя драконом да что я могу сказать точно такие же игры которые ты рекомендовал я рекомендую посмотреть посмотрите обязательно мы ссылочки скинем либо там в конце видео будут такие окошечка где вы так нажимаете и оно сразу туда переходит помимо того что это прикольная игра смотрите это поле если вы смотрели в распаковке вы должны были видеть но это же идеально если что коврик для супер дупер мышки да для нескольких мышек для компьютера все это очень классно и самое тоже что интересно в этой игре что все таки состоит оно то есть это уже не дерево это не пластик то что ну то есть как бы как обычно да привычно полимер а полимер в игре полимер резина очень вот прям классно игру в любой момент можно взять с собой и разложить где-нибудь на берегу океана да на берегу океана молодец все разрушило потому что я победитель я могу на это право имею на это право спасибо всем кто нас посмотрел это была игра не там не забудьте обязательно подписаться там внизу кнопочка просто нажмите и периодически смотрите наше видео оно появляется по пятницам и еще какой день вторник вторники так что не забывайте и смотрите пятница вторники это ваше все ну и наше все пока и пока Субтитры создавал DimaTorzok